всем привет ребята вы на канале sober vision давно мы не творили своими руками пора это исправить поэтому сегодня покажу как я создавал гипсово-деревянный формикарий в малой самосборной арене во второй части этого видео мы определим так есть все таки матка в колонии колобопсис трункатусов или ее нет кто не в курсе после последнего размещения поста и видео про пробковых муравьев некоторые подписчики усомнились в том что в этой колонии действительно есть матка а то что я принял за матку является самым настоящим солдатом ну разберемся разберемся кстати ребята хочу вам порекомендовать очень интересную группу называется она ans rus в этой группе можно приобрести муравьев по очень привлекательной цене тут и экофилы и винаторы есть и еще много много интересных видов в обсуждениях вы найдете разделы консультирования вопрос-ответ где сможете получить грамотную консультацию по интересующим вам вопросам живое общение с подписчиками учет пожеланий покупателей все это есть в этой муравьиной группе я уже подписался что рекомендую сделать и вам поэтому ставьте видео на паузу и переходите по ссылке в описании но затем возвращайтесь смотреть сегодняшний выпуск вы уже пришли все здесь точно ну что ребята давайте создадим интересный формик в малой самосборной арене в качестве дерева для формикария был выбран дуб во первых эти муравьи предпочитают селиться именно в этом дереве а во вторых это дерево одно из самых крепких пород что предотвратит нежелательное воздействие влаги на дерево хотя по моей задумке она будет минимальным из имеющегося у меня дубового полена которое должно быть обязательно сухим вырезаем заготовку этому дубовому полену около пяти лет и за это время она полностью высохла далее я начертил приблизительную структуру ходов и вырезал их фрезой соединительные каналы между комнатами вырезал мини дрелью ну и конечно сделал входную дырку посмотрим как солдаты будут ее закрывать я сделал эту дырку диаметром 2 миллиметра хотя делал я ее когда колонии у меня еще не было и с трудом представлял как туда пролезет матка а после получения колонии увидел что матка совсем небольшая после завершения вырезных мероприятий пошкурил заготовку помыл ее и повторно высушил далее я нанес на нижнюю сторону термоклей чтобы уменьшить взаимодействие гипса с деревом гипс я буду увлажнять а дереву лишняя влага не нужна задней части этого формикария в гипсовой плите будет вентиляция и по задумке влажный воздух будет подниматься по ходам гнезда увлажняя деревянную систему ходов затем я прикрутил получившуюся заготовку к одной из стенок малой самосборной арены после этого собираем арену перед заливкой гипса устанавливаем получившуюся конструкцию под наклоном чтобы увеличить площадь поверхности арены ну а также это улучшит наблюдение за муравьями заливаем и сушим я начертил продолжение ходов на гипсе и вырезал их мини дрелью сделал продолжение не только на задней стороне но и на боковых там же сбоку будет и камера увлажнения и как я уже говорил сзади будет вентиляция далее дело за декорацией для того чтобы песок и камушки держались на поверхности гипса лучше использовать затирочную смесь она у меня в цвет песка гипс быстро сохнет и не даст вам нормально сформировать рельеф и установить нужный декор но и затирочной смесью не все так просто ее необходимо заливать в два слоя так как первый слой активно отдает воду в гипс и она активно высыхает поэтому сделали первый небольшой слой и пускай сохнет сутки после этого формируем второй слой на который уже сыпем песок камушки растения ну и коряги затем всю конструкцию отправляем на просушку и после высыхания убираем лишний песок который не закрепился на поверхности это можно сделать или пылесосом или просто разобрать арену и перевернув заготовку почистить верхний слой кисточкой после просушивания я решил украсить формикарий также и мхом за наличие там посторонних нежелательных жителей я не переживал сох он у меня лет 10 и вообще предназначался для декорации диорам короче для моделизма в общем это весь процесс в самом конце я вырезал сеточку для вентиляции и прикрепил ее термоклеем ну и присверлил конечно в акриле небольшую дырочку в камере для увлажнения чтобы с помощью шприца с иголкой можно было увлажнять этот формикарий теперь расскажу про мою колонию пробковых муравьев colobopsis truncatus с первых дней прибытия ко мне этой колонии я сомневался по поводу наличия матки в колонии торекс был не очень большим хотя и брюшко было очень похоже по крайней мере пока эта матка не поела сироп нормальных фоток и видео матки я не нашел но учитывая что эта колония была приобретена у надежного магазина on shop я отбросил все сомнения после кормления я увидел как брюшко этой матки заметно увеличилась тоже странно согласитесь и вот после выхода обзорного видео один внимательный подписчик не нашел в этой колонии матку это также было тревожным звоночком в моих сомнениях несмотря на это было принято решение заселять колонию и выяснить матка это или нет по ее поведению колония достаточно бодро быстро переехала из стеклянного дворца свою стихию дерево рабочие перетаскали весь расплод весь процесс занял около часа отличный показатель для муравьев знаете ли думал как обычно ждать неделю как минимум а тут об и все все уже в гнезде я начал наблюдать за маткой и это коза простите матка начала дежурить возле входа то залезет вход то вылезет но большинство времени она проводит именно у входа или прям во входном отверстие ну а после поста в группе по поводу переселения там разразилась просто война война на тему если матка в этой колонии или нет есть о чем подумать чтобы во всем разобраться я написал асу по этим муравьям а именно в магазин on shop мне были даны развернутые комментарии с фотографиями солдат и матки и тут все стало на свои места даже если тяжело было вычислить матку по торексу брюшко самый наглядный индикатор после сытного обеда по закону архимеда у солдата на брюшке появляются дополнительные белые полоски ну в общем вы поняли у меня солдат ну или майор мажор как его не называй яйца он нести не намерен а где же матка это до сих пор остается загадкой продавец получив фотоматериал отсутствие главного муравья в колонии выслал мне новую жду ее с большим нетерпением надеюсь в этот раз мне повезет вот такой сегодня получился сюжет самый главный вопрос который мне не дает покоя что делать с этой колонией как ее оттуда выселить буду думать над этим вопросом ну а вы пока не забудьте поставить лайк этому видео подписаться на канал ну и конечно вступить в группу and rus перейдя по ссылке в описании ну что ребята всем до скорой встречи всем маток в колониях и всем пока пока